Большинство диалогов протестующих с водителями проходит на повышенных тонах. Лишь один из десяти входит в положение замерзающих граждан. Третьи сутки около 30 человек ходят туда-обратно по пешеходному переходу, пытаясь обратить на себя внимание местной и центральной власти. Не открывая его, еле полицейские остановили. Мы подходим и объясняем, почему мы здесь стоим и ни с кем не ругаемся. Судьба этих людей решается в Кабмине. Переписку с чиновниками жителей микрорайона Шкодова гора ведут с августа. Пока безуспешно. Отсутствие отопления в перспективе некоторым домам грозит разрушением. Дело в том, что трубы отопления центральные, они проходят по чердакам домов. Вода с них не слита. Сейчас уже началась зима, они сегодня-завтра стукнут морозы. Если эти трубы замерзнут и лопнут, люди останутся без жилья. Например, я живу в одноэтажном доме. Дом известняк, старый дом, ему уже почти 60 лет. В квартирах трехэтажных домов, если не пользоваться электрообогревателями, температура выше 6 градусов не поднимается. Стены, потолок и мебель покрываются плесенью. Особо рассчитывать на камины и кондиционеры тоже не стоит. Проводка старая, в микрорайоне регулярно отключают свет. Вероятность короткого замыкания немаленькая. Мы приехали сюда в 4-4 год, как сможем. Сразу после свадьбы какой-то маленький косметический ремонт, какие-то обои. Везде появилась и сырость. Ее не было. Особенно у нас угловая комната, и сырости очень много. Цветет холодильник, подоконники, цветут все углы, обои, шкаф, мебель, все цветет. До конца недели протестующим пообещали, что включат отопление. Однако пока покидать приезжую часть никто не собирается. Константин Гречан и Виталий Хений, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Продолжение следует... Продолжение следует...